Всем огромный привет! Добро пожаловать на наш канал, на нашу кухню. Сегодня у нас мама будет готовить вкусное мясо. Ну, как обычно. Да, мясо а-ля по-тайски. А-ля по-тайски, да. Ну, что-то подобное. Да, потому что у меня нет одного ингредиента. Вот. Ну, будем без него. Будем без него. Так. Ну, в принципе, там, мне кажется, количество ингредиентов и вообще ингредиенты можно как... Менять. Ну, менять. Зависимо, что в холодильнике. Что в холодильнике, что кто любит. Ну, что-то не любит морковку, кто-то не любит лук. Ну, то есть... Да. И мясо, смотря какое. Да. Сегодня у нас свинина, шейка. Вот. Поэтому я сейчас буду нарезать. Ну, в принципе, все же знают, как это. Как это делается. У любителя. До этого рецепта нужно любое мясо брать. И курицу, и говядину, и индейку, и свинину. Ну, все что угодно, да. Вот. Сейчас я ее буду нарезать. Или никак. Принцип такой. Я его нарежу, отобью немножко. Потом нарежу полосочками. Вот. И замаринуется. А пока маринуется, будем делать заправку. В принципе, такой вот. Некоторые не отбивают мясо. Но не отбивать можно, наверное, вырезку. Настоящую вырезку. Вот такой колбаской, которая. Вот. А так она жестковата. Жестковата будет. Еще неизвестно, с какого. Видите, тут мясо. Так, так, поперек. Сипкос-накос. Да. Это у нас окорок. Да. Это окорок. Видите, сейчас жирок буду отрезать тут. Бонюсь. Вот уже. Да. Подруга наша на страже. Да. Уже пришла. Она уже почувствовала. Да. А это может чем-то попадет. Да? Да, Майкл? Ну, вот. Да. Так что, вот будем работать. Вот. Вот я. Мясо. Видите, мясо тут получается с жилочками. С этими. Очень много жира, конечно. Ну, свинина есть свинина. Вот. Ну, Бонки спасибо скажет. Вот. Это мы уже Бонки дадим на суп. Вот. Теперь вот я отбиваю каждый кусочек. Тут получаются. Видите, какие? Такие разные. Каждый отбиваю и нарезаю длинненькой лапшой, типа. Ну, типа. И складываю пока. Вот так. Ну, вот я нарезала мясо. Тут жилками. Ну, что делать? Такое мясо получилось. Вот. А теперь соус. Ну, соус делают, ну, каждый по-своему, кто как любит. Я, например, в этот раз делаю вот обыкновенный соус. Это самое, мед. И добавлю, вот у меня тут остатки томатной пасты. Некоторые добавляют еще лимон. Ага. Целый лимон где-то на полкило. Ну, 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 это кисловато тут выжимают. Вот. А мы будем такое вот делать. В общем, где-то вот сколько у меня здесь будет? Сейчас буду смешивать. Ага. Где-то, да, ложек 5, наверное. Ну, сколько здесь получится у меня соуса? Вот. Сейчас мы уже смешаем. 1, 2, 3, 4, ну, видите, 5 ложечек. И меда где-то. Сейчас ложки 2, наверное, сделаем. Много не будем, а так можно 3 ложки. Ну, кто как любит. У нас уже засахарившийся. Ага. Такой мед. Я раньше так вот замариновывала даже ножки куриные. Не бедрышки, а вот которые самые около коленочки. Голень. Голень, да. Вот. И одно время я их жарила. Но очень оно получается из-за сахара, из-за этого горело. Поэтому я уже, если делала, так я прямо их, вот, после маринада, вот, я их прямо в духовку клала. Ага. Вот. А если жарить, ну, мне не нравится. Там всё забрызгается. Всё вот это. Сейчас будем размешивать. Потом добавлю томатную пасту. Томатную пасту, да. Такую вот. И всё, и будет мариноваться где-то полчаса. Ну, опять, если куда-то не пойти, там ничего. А пока маринуется, вот буду делать овощи. Жарить, подготавливать. Ну, вот видите, у меня тут сегодня перца нету, поэтому вот три. А вообще в оригинальном рецепте должен быть перец, да? Получается, да. Получается, как бы, мяса немного, а вот такой вот. Больше овощей такое мясо с овощами. Да. А ты поэтому взяла лука побольше, да? Да. Нет, наверное, ещё ложку положу. Ещё положу ложку. Погуще. Вот три ложки. Читается. Теперь. А здесь остатки я всё вылютить немножко. Например, это сколько у тебя получается? Столовая ложка, наверное, да? Да, наверное, да. Просто остатки можно было специально это и не класть. То есть, в принципе, можно без томатной пасты, да? Конечно, конечно. Что есть, ты кладёшь. Самое главное – это соус и мёд. Да. И ещё назвать так очень. Замудрённо, да. Ага, по-тайски, да? Да, по-тайски. Можно даже сказать, это какой-нибудь сиам. Вот чё. Мясо-то сиамски. Нельзя же говорить, мясо как сделать ещё. Ну, конечно. Вот, ну. Вот и всё. Как многие так. Вот она получается более кравово-красная. А, молодёшь, получается почти как в магазине. Только там они более красные, наверное. Может, красителя какого-нибудь добавляют? Да, ну, пищевых-то дофига сейчас. Ну, вот она получилась вот такая густая. А, слушай, ну, прямо так это самое. Прямо тайские-тайские. Ага. Прямо такое, вот видите. А сколько? Там почти полторы ложки получается, да? Сколько здесь? 70 грамм? Вот она густая получилась. Ну вот. И получается сладковатый, но она с кислинкой небольшой, потому что томат. Ну да. То есть никакого лимона я считаю, что не надо. Томат тоже размягчает мясо, волокна. Так же, как и лимон. Вот, поэтому вот она говорит. То есть, получается, если вы не кладёте томатную пасту, то нужно класть лимон. Да, могут и не класть лимон. Может быть, кто-то и не любит. Ну, всё, надо пробовать. Ну, и девочки-то все, они же рукодельницы, они же всё это делают. Узнают. Сколько нам рецептов каких. Ну да. И вкусные подсказывали. Спасибо им. Молодцы. Ну да. Молодцы девочки. Нет, ничего не могу сказать. Те же некоторые. Ой. Ну ты, Доля, ну ты не знаешь это вообще. Как молодёжь-то? Вот. Ой, слушай, уже аппетитно выглядит. Да. Видите как. Вот. Вот так вот. Сейчас мы его хорошенько перемешаем. Девочки, вот такая вот. И в холодильник, да? И в холодильник. Вот я почистила. Я бы, конечно, поскольку нету перси, я бы ещё бы положила бы морковку. Но взять у меня и не ест морковку. Поэтому я ему нарезаю, ну тоже, такой как, брусочкой лапшой. Вот, будет нарезать. Будет он её так откидывать. Внизу. Ну, в общем, вот так вот. Вот. Буду нарезать морковку. Вот такими брусочками. Ну, натирать на тёстке её не надо, она в кашу превратится. Да? Да, может и не превратится для объёма-то. Ну, да. Конечно. Вот таким. Ну, то есть можно взять чуть-чуть мяса, побольше овощей? Да. Да. И будет экономное блюдо. Да. Главное, она объёмная, мясом пахнет. Пахнет. Мясом. А что? А лук я буду нарезать полукольцами. Вот я пожарила. Вот. Так вот. Теперь я... Слегка, то есть... Ну, да, она обыкновенная. Чуть-чуть размягчила. Потом сложу вот в этот казанчик. Вот в кастрюлях казанчик я буду на плите. А на этом пожарю мясо. Сейчас будем отлавливать его без соуса. Чтоб соус не подгорал, да? Ну, и чтобы его потом же сюда я буду заливать его. Ага. Вот оно такое вот. Вообще, надо было, конечно, его вылить через дуршлаг. Ну, да, можно и так. Можно и так, да. Обжаривать как? Чтоб слегка курочек? Слегка, да. А чего его? Мы же все равно его как бы дотушиваем. Ага. Так. Здесь некоторые прямо на сковородке делают. Ну, это когда совсем маленькая. Совсем. Небольшая портит. Да. Кстати, вот это блюдо же мы же делали с тобой еще и с замороженными овощами. Помнишь? Да, да. Вот, которые вот мы замораживаем там. Ага. Зимой. Ой, вообще великолепно идет. Ну, ура. Да, особенно если много кого надо накормить, а у вас маленький кусочек мяса. Да, вот это самое, самое такое, пик, высший пилотаж. Когда из этого, из килограмм мяса сто человек накормишь. Ну, да. Вот. Так что вот так будем сейчас обжаривать слегка. А соус я сюда. Еще я его сюда поперчу. Мы перец черный любим. Можно, конечно, и смеси. Вот кто любит такой остренький. Но мы остренький. Нет? Ага. Не будем. Поэтому только черный перец, он для улучшения вкуса. Ага. Так, видишь? Ну, вот я слегка обжарила мясо. Слегка его обжарила. Вылила остатки соуса вот в казане. Все перемешала, поперчила. Сейчас поставлю на рассекатель. И вот он ходит. И будет доходить, к которой кружечка и доходить будет. Ну, вот здесь 15, наверное, 15-20. Посмотрим, как мясо. И подавайте очень вкусно с рисом или с макарошкой. Да, сейчас будем варить рис. Да, с такими макарошками, какими-то, ну, типа... Хунчоза какая-нибудь. Да, или какие-нибудь рисовая лапша или что-то там... Гречневая лапша какая там еще есть. Мы будем рис гигант варить. Да, мы будем рис гигант варить, потому что очень вкусно. Да. И вот такое вот вкусное блюдо получается. Оно обалденно вкусное. Можно добавить побольше овощей, например, или какое-либо другое мясо, как мама уже сказала. И также мама у меня отварила рис гигант, так что сейчас будем ужинать. Будет очень-очень-очень прям вкусно. Аппетитно, аж слюнки текут. Так что мы с мамой очень сильно рекомендуем приготовить такое блюдо. Ну, а на сегодня мы с вами будем прощаться. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех любим, целуем и до новых встреч. До новых встреч.